С липеня по обересень с приватных подворков могилючан зникали туи. Правоохонники сдолили затримать древовых сиры, некая за три месяца скрали больше за полторы сотни рослин. Подрабязненностью наступным материалям. Этот приватный годовальник находится поблизу от трассы. Таму одинковые выпадки крыдяжу рослин сдарались тут и ранее. Але на этот раз с территории годовальника за одну ночь зникло 64 туи. Вот у нас проходит трасса. Там у нас натянута сетка рябица. И сидит отсажены высокие растения. И украли растения, которые сидели там в краю дороги. Их вырвали из земли. И несколько растений таких пострадало в контейнерах. Но это крайние, которые были. Самый крайний ряд там от дороги. Недохоп рослин зауважили ранницы 19-го вирусня. Шкода склала больше за полторы тысячи рублей. Те люди, которые воруют, они не для себя, чтобы посадить красоту, а кому-то перепродать. И пока у нас есть люди, которые ворованные покупают, всегда найдутся те, кто захотят залезть и у человека украсить. Зараз затримали четырех могилевчан. По информации правоохоннику, трое затриманных крали рослины с приватных по дворку у Любужи, Пашкова и инших районах Могилева и Пригорода. А четвертый злоумысник знаходзе у канала продажу. За период всей преступной деятельности молодыми людьми было похищено более 150 единиц деревьев на общую сумму более 4 тысяч деноминированных белорусских рублей. Впоследствии молодыми людьми, похищенные ими Туи, сбывались 41-летнему могилевчанину, который заведомо знал о преступном пути добычи указанных деревьев. Зара следства, устанавливая, кольки было потерпелых, криминальную справу рыхтуются передать у суд. Ганна Лапо, Юра Уласу, Александр Артемию, Новина Регион.